Здорово народ, с вами Макс и сегодня я нахожусь опять в мастерской у Сереги. Значит, по просьбе одного подписчика, Кераниус, будем сегодня рассказывать про лекала немножко более подробно и будем освещать кое-какие нюансы, которые непонятны. Ну, сейчас расскажет в основном Серега, если уже будет конкретно что-то непонятно, я возьму просто лекала, намечу все и уже по точкам расскажу, как вообще его нарисовать, если вообще не дойдет, как говорится. Ну, а сейчас, в принципе, он просел размер бацинета 59 размера, головы, вот, но так как у него сейчас лекал, а? Пилотки. Ну, и вообще, вот, просил размер бацинета. Это примерно вот такая фигня будет, но это не бацинет, это барбюд, да? Ну, это близко. Ну, они очень близко, очень похожи, да, форма примерно у них идентичная, и как бы вот поэтому можно уже ориентироваться, делать примерно подобное что-то. Ладно, поехали. Так, по поводу пилотки сейчас начнем. Ну, значит, у меня вот есть готовый лекал, так как я уже давно занимаюсь, поэтому у меня их много, потому что пилотки были разные, были высокие пилотки, были низкие, были с ребром вот здесь, как бы острым ребром, было завалено ребро, то есть ребрышко совсем практически, только здесь в конце, вот, а тут все было завалено, то есть они разные, поэтому высота у них разная, вот. 70 размер, да, я так понимаю? Да, это размер 70, но здесь надо понимать, что сам по себе размер 70, это подразумевается не то, что вот прям объем головы 70, это подразумевается то, что это приблизительно будет, ну, 65 размер именно головы и плюс под шлемник сидела-то, то есть всегда я делаю с запасом, да. Ну вот, обычно я вот рисую, если лекала у меня удачная, вот я его рисую, то есть я обычно помещаю для того, чтобы удобно быть, то есть какая высота у него будет, прям здесь на ней пишу, и объем, да. Ну, то есть от этой точки, да, эти, да? Да, совершенно верно, то есть это лекало, если вырезать металл и выколотить, то у него будет 19 сантиметров, не вот здесь 19 сантиметров, а в результате выколотки будет шлем 19 сантиметров, то есть я когда по лекалу выколачиваю шлем, я потом меряю внутренний объем, то есть вот от уха до уха, от лба до затылка, и помечаю здесь, и, соответственно, высоту шлема уже готового, и потом все это на удачном лекале я записываю для того, чтобы просто, если у меня будут параметры, закажут, допустим, скажут, там высоту 19, ну, как здесь, да, там, грубо говоря, от уха там 20 до 22, и от затылка в районе 23-22, то есть я беру... Как ты меряешь 21-22 от уха? Ну, делается очень просто, берется, ну, если большой штангель-церкви есть, то штангель-церкви, ну, то есть вот так вот, раз, то есть такой раз, и вот так вот, у меня, в принципе, есть, или можно вот так вот, то есть попросить кого-то, представляешь, здесь карандаш от уха, и здесь карандаш от уха, Ага, нет, ну, так вот, ремарка, нюанс такой. Да, смотришь, вот, мое, как бы, междуушечный размер, это приблизительно 18 сантиметров. Соответственно, затылок, лоб по такому же принципу. То есть ставишь, вот мой размер, это приблизительно 20, то есть от лоба затылка. Ну, это опять только не забываем, что это только в нижних точках получается. Нет, 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 это будет, когда шлем уже готов, вот его, то есть вот эта штука, то есть внутренний объем его будет, то есть от уха до уха здесь 21, а у меня 18. Да, уже выколоченный, от этого с этой, я просто по этому лекалу, когда делаю шлем, я просто меряю и пишу на лекале, если оно мне подходит. То есть если я с лекалом ошибся, ну, я опытный, поэтому у меня уже готовый, то есть для того же, если заказывать, я просто беру готовый лекал и смотрю, ага, высота такая, размер такие. То есть для меня этот шлем, конечно, будет великоват, потому что мой ушной размер 18 на 20, соответственно, мне более меньше лекала нужно. Но это просто я именно для того говорю, чтобы, сделав раз удачно лекала и выколочив по нему шлем, замерив его, надо на нем записывать, чтобы в дальнейшем там... Легче было. Да, просто достал, а у тебя готовый, вот у меня готовый, допустим, вот еще одно там лекало есть. Это на 60 размер, да. Та же пилотка, только на 60. Да, высокая пилотка на 60-62 размер приблизительно. То есть здесь, если она будет вот низкая пилотка, то есть вот если форму сравнить... А ты налажи одну на одну просто. Ну, тут рядом даже хорошо видно. То есть здесь будет такая полукруглая, она так называемая, есть закругленный такие пилот, а есть острые, высокие такие. Вот, это вот такая же пилотка. А налажи на этот вот, положи. Ну, в данном случае она визуально видно, что здесь вот этот кончик, а когда выколачиваешь общий объем, да, это скругляется все, соответственно, здесь будет поле полого, а это здесь будет более вытянутая. Здесь, казалось бы, за небольшой вот такой вот металлический, если по размеру вроде чуть-чуть, а на самом деле, когда ее сложишь, она будет значительно выше. То есть визуально она будет намного выше выглядеть. Ну, это вот на бумагах, сейчас будем рассказывать. Это вот я в современной технологии, то есть удачные эти я обычно делаю на пластике, потому что бумага, когда вот рисуешь, много особенно, да, стачивается, она трепется, она как бы проходит негодность. Вот, удачные лекалы я переношу на пластик. И вот я на нем пишу. Вот пилотка, 60 и 61 размер, высота 16,5, то есть вот этот размер, опять же, 23 на 21, и окружность внутренняя, то есть 68-67 см. А у тебя вот, ты как понимаешь, это от уха до уха или от затылка до... Ну да, обычно больше... Нет, ты первое что берешь сначала? От уха до уха? Нет, от затылка, потому что больший размер – это всегда от олба до затылка. Меньше это всегда идет размер. Ну, это кому как удобнее. Меньше это от уха до уха. И внутренняя окружность, я вот пишу здесь, внутренняя окружность, То есть размер 61, 60, 61, да А окружность уже выколоченного вот этого шлема, когда вот он выколотится Его внутреннее вот это будет, ну, овал, да, овал То есть шлема, да Вот этот овал будет по окружности 68-67 сантиметров То есть приблизительно на круг будет где-то для подшлемника приблизительно по 3 сантиметра с каждой стороны Запас, да? Да Там еще парашют ведь вставляется дополнительно Ну, в любом случае, да, в любом случае это всегда будет вот в данном случае Как бы вот это размер, который оставляется для парашюта, для подшлемника То есть сам металл на голову не натянешь, поэтому, соответственно, ну, вот тоже такая же вот налекали То есть другая Вот это приблизительно моя тема То есть мои ушные размеры, хотя у меня 18, естественно, запасом, 21 в лобовой сфере Потому что его всегда можно чуть-чуть поджаржать И вот окружность внешняя, да Максимальная высота 18 сантиметров Окружность внутренняя 66 сантиметров То есть это уже по выколоченному шлему я записываю Это опять 60-й размер, да? Меня попросил, конечно, 59-й размер 59-й, 69-й размер, я сразу гарантирую, что никакой абсолютно разницы 59-й и 60-й, а ты сказал 69-й А, да? 59-й и 60-й, никакой разницы, ребят 59-й и 60-й, никакой 69-й, ты сказал А, 69-й, да? На 10 сантиметров, ну, никакой разницы Нет, 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 на самом деле По металлу я сразу говорю Как очень много человек, который переделал шлемов В, как бы, ну, в районе 2-х, 3-х сантиметров Практически никакой разницы Потому что, как бы, общий объем все равно он с запасом Вот как здесь вот написано, да, вот видите, да? То есть он с запасом То есть 61-й, 60-й, а запас тут гораздо больше И эта пилотка тоже у нас с запасом идет То есть 60-й размер, а внутренний, вот если внутренний положить Гибкий метр, да, и померить Будет 68 сантиметров То есть голова залазит Будет тут 59-й, будет 61-й Я понял Будет даже 58-й, 62-й Это низ вообще практически никак не играет Пожирнее под шлемик сошьете и будет нормально вам Это одно, да А второе, не надо забывать, что основное вот этот размер От уха до уха, от олба до затылка То есть у человека может быть овальная голова Поэтому когда он выколотил шлем Его просто можно чуть сжать с боков И он увеличится в размер лобовой проекции Ну да Или наоборот, лобовая, если у человека более круглая голова То есть приблизительно объем тот же самый Но ты сжал, у тебя ушной размер будет больше У некоторых, у меня встречались клиенты У которых, грубо говоря, там Лобовой размер 22, понимаешь И ушной 21 То есть практически круглая голова Круглая, да То есть его сжимаешь То есть тот же самый объем, 66 сантиметров Можно и так, и так его сжать И так растянуть То есть уже на готовом шлеме Его можно поджимать как хочешь То есть на конечный результат Это уже когда под себя Да, то есть Подгонка под себя Будете Да, то есть не надо здесь вот 59 И прям тут вычислять с калькулятором Сколько тут плюс-минус там Ну понятно, это вот готовый уже То есть я рекомендую после того, как Удачно сделали это выколотили Переносить все на пластик Он долговечный Чертится вокруг чертилка хорошо Концы не обтрепываются Вот, делается очень просто Сейчас мы покажем Смысл Ну вот здесь, например, на ней хорошо видно, да Вот на этой высокой пилотке То есть Берется лист Пополам, да Да, он складывается пополам Единственное, конечно, надо выловить Вот проблема с Геометрией Потому что геометрия очень важна Да, вот эта дуга, она очень важна То есть вот мы сейчас в данном случае Возьмем листочек Просто чертим линию, да? Ну, сейчас мы Вот так Потому что его много Чуть поменьше надо Будем экономить Да, для Как бы для Человека, который неопытный Я уже на глаз там многие вещи определяю А так, конечно, вот Ну, такой картончик плотный Ватман, можно даже сказать Там любые плакаты Это все вот наша тема Коробки там Только не Такие многослойные Однослойные Вот мы берем центр Вот мы центр сложили В данном случае вот так мы его Сейчас как-то убираем все Не нужно Вот Это основа То есть Центральная линия Нам нужна Геометрия Высота сначала, да? На определитель с высотой какой, да? Да, вот высота Допустим В данном случае Мы будем отталкивать От того, что у меня есть Чтобы не придумать 60 Лучше Ближе всего Человек просил 59 Ну 60 Он вот как раз Самый Ну вот она Чуть побольше Ладно Мы сейчас сделаем проще То есть у меня готова Уже пилотка 60 размера Ну вот У 60 Они приблизительно Одинаковые То есть Это чуть больше Вот если посмотреть Да? Видно, да? Чуть-чуть побольше Ну потому что 60 Да Ну Это Децл Какой-то тут играет Как бы вот Если 59 То лучше Взять вот этот Лекала Если бы было там Допустим 57 Я бы взял вот это Если 59 Я лучше возьму вот это Ну бери его Чуть запасов Да Соответственно мы Уже чтобы по готовому Плясать Мы меряем высоту В данном случае Здесь высота будет На 59 Вам размер Это где-то 20 с половиной 21 сантиметр Запомнили, да? То есть мы здесь 21 сантиметр Отмеряем Чтобы вам Особо не кувыркаться С этим вопросом 21 21 20-21 Это будет наша высота На 60 размер Его общая высота Этого шлема В данном случае Где-то 16 с половиной Ну 17 сантиметров Если вам нужно Выше сделать пилотку То есть у вас Допустим Крупная голова Вытянутая вверх Да? Значит соответственно Прибавляем Либо вверх Лучше вниз Понятно, да? То есть чтобы дуга была Не внизу Вот это больше будет дуга Ну да Пусть сверху Как бы проблематичны Я объясню почему Потому что Когда начнут складываться Две половинки Вот у меня вверх Тут уже выработан То есть это лекало Очень удачное Она прям Выколачиваешь Они практически ложатся Одна на другую То есть не надо И если добавить вверх Начнется некий геморрой То есть вот эту линию Надо будет То есть она увеличится За счет высоты Ее надо все равно Свести будет сюда И вторую И начнется Подгонка Да Подгонка Поэтому проще снизу Потому что ты снизу Добавил сантиметр Он ничего Никакой роли не сыграет В данном случае Он просто ляжет Так же как и это А потом его все равно Срезать можно Или сточить Да Низ всегда можно сточить В отличие от верха И еще конечно Такая тонкость Но с металлом Вообще проблема Если вы делали Дали лишку где-то Это не проблема Всегда можно подточить Если вы где-то С лекалом промахнулись И у вас просто металла Не хватило Ну это уже беда Металл просто Не натянешь ниоткуда Поэтому Первоначальные Которые будут делать Лучше запасом Да Лучше небольшой запас Потому что Металл всегда можно обрезать А уже по тому Ну грубо говоря На металле вы вырезаете Чувствуете Ну здесь вот Допустим Лежку у вас там Металла Да осталось Когда шлем выколотили Вы понимаете Что здесь лежку То есть быстренько Ну я вам например Покажу Вот на этом На бордюте То есть вот она Я вношу исправление Ну то есть я подрисовываю На готовом То есть я приложил Этот самый А потом я начинаю Там да Вот чувствую Надо добавить Допустим Я уже на Вот эти лекалы Причерчу Потом вырезаю Более удачное Как бы следующее Подгонка идет Более идеального Да И в конце концов У меня вот Лекала Получается лекала Вот такого образца Которую уже практически Выколачиваешь И она складывается Как нужно Так значит Ну это придется Со временем Просто надо пробовать Высоту мы значит Отмерили 20-21 Да Да Чтобы не мучиться Теперь Самая проблема Конечно Ну возьмем Вот это Не 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 60-ый Бери 60-ый Ну вот 60-ый Давай Так Ладно Бог с ним То есть Отсюда Надо Оттолкнуться От этого Пусть будет Этого Они в принципе 60-ый Одинаковый Поймать Собственно Тот момент Который складывается Ну Длина Пусть Пусть Приблизительно Будет Здесь Вот До Вот этого Конца Где-то 16 Вот у меня Ну Можно Запасом 16-17 16 Можно 17 То есть Две точки Ставлю Рэперные Вот Сразу Пишу 17 16 Здесь Пишу 20-21 20-21 Ну Это Понятно Это Подожди Стоп 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 Это Ты Приложил Как Человеку Найти Вот Именно Здесь А Именно Вот Таким Образом Нет Просто Вот Я Смысл Какой Померил Для того Чтобы Готовы Да Просто Вот Эта Линия Будет Она Общая Вы Понял Да То есть Вот За нее Желательно Не Заходить То есть Мы Чертим Вот Так Фишку Просто 16-17 Так Раз Здесь Мы Делаем Вот Этот Самый Квадрат Прямоугольник Да Прямоугольник Это Наши Заданные Параметры В которых Мы Будем Колбаситься Ну Вот Теперь То же Самое Прикладываем Ну Приблизительно То же Самое Вот Теперь Нам Надо Определить Вот В данном Две Дуги Нам Делать По большому Чету И Все Да Здесь Вот От Этого Лекала Мы Отталкиваемся Мы Просто Меряем А ты Теперь Сделай Подожди Для зрителя Будет Проще Проще Сделать Копию Снизу Я О чем И Говорю Вот В данном Случа Здесь Четыре Споловиной Сантиметра То есть Вот Эта Линия То есть Точка Куда Пройдет Мы Отмечаем Четыре Споловиной Сантиметра Вот Это Куда Выйдет У нас Дуга Вот От Шлема То есть Это Нижняя Половина Будет В данном Случае Ну Здесь Можно Каким Образом Ее Правильно Очертить Есть Вот Такая Фигня Не У всех Такая Фигня Есть Советских Время Хотя Нет Такие Продаются В канцелярии Она Продается Вот Смотрите Если Приложить Ее Вот Более Менее Ровно Да Вот То есть Она Вполне Вот У меня Здесь Размечены Еще Есть Такие Ну Они Есть И Уже Сами По Себе Размечены Вот Сантиметраж У меня Это Я От Руки А Есть Такие Сантиметрами Продаются Уже Готовые С Насечками Короче Да Вот То есть Вот Если Вот Такой Лекал Приложить Купить То есть И Приблизительно По ней Начертить Плюс Минус Тут Какие Сантиметры Это Ну Да Вот Я Хотел Добавить Вот Здесь Ребят Если Вдруг Вы Сделаете Чуть Дугу Дугу Больше Меньше Здесь Не переживайте Самое главное Чтоб Снизу Дошло До сюда Ну Примерно По дуге Одна Дуга Будет Это Потом Снизу Смело Можно Делать Даже С большим Потому Что Она Сточится Либо Срежется Да Поэтому Именно Запас Я Почему Говорю Делается Небольшой Запас На Сантиметрик Потому Что Все равно Когда Шлем Выколотите Он Начнет Становиться У него Вот Эта Дуга Она Выколотится И Приблизительно Прижмется К столу Но Все равно Всегда Будут Небольшие Неровности Их Все равно Надо Будет На камне Вытачивать Или Обезьянка Срезать Чтобы Ровненько Легла Поэтому Плюс Минус Тут Вот Эти Децелы Неважно Тут Самое Главное Подогнать К этой Соответственно По По такому же Принципу Мы Можем Отталкиваясь От этого же Принципа Повторяюсь Да Вот То есть Такую же Дугу Наложите Отсюда Здесь Конечно Чуть Посложнее Но Смысл Какой Сейчас Мы Начертим Здесь Конечно Будет Посложнее Первый Раз Поэтому В свое Время Когда Я Начинал Заниматься Я столько Собственно На каждый Шлем На ту же Пиловку Метальчику Подзагубил Пока Дошел До этих Нормальных Тоже В принципе Можно Приложить Но Единственное Конечно Уже Не приложишь Так вот Прям Хорошо Но От нее Можно Оттолкнуться То есть Вот эта Прямая Линия Допустим Вот она И от нее Можно Уже Отплясывать Для того Чтобы Вот этот Запас Чертим И от нее Запас Приблизительно Ну вот Если нет У ни у кого Такой штуки Как Купить Что ли Нет Ну Купить От руки Я например В последнее В последнее Время Ну как Последние Лет 5 Черчу От руки В основном Просто Отталкиваюсь От этого У тебя опыт Есть А у людей Нет Но тут Надо Исходить Из чего Ну тогда Может быть Знаешь Как сделать Отсюда Вот До этой Точки Отсюда Замерить Вот здесь Прочертить А отсюда Расстояние До сюда Чтобы контрольная Точка Была Как бы Ну давай Сделаем Так Ну приблизительно 7 Здесь Будет У нас 7 Вот в этой Точке То есть Отсюда До сюда 7 И теперь Сверху 6 Тут Вообще У тебя Извиняюсь Извиняюсь Отсюда 6 А Вот здесь Вот это 6 Сантиметров Вот это Расстояние Вот А это У нас Получается 7 Понятно Да Здесь 6 Здесь 7 Ну да Вот Здесь Соответственно У нас Будет Тоже 6 Потому По точкам Самое Простое Что можно Сделать Чтобы меньше Геморроя Пусть Попробует Так Ну а здесь 7 Соответственно Вот Ставите Здесь Жирную Точку Как бы Да И пытаетесь Ее Уже Можно Наверное Попробовать Вот так На глаз Хотя бы Ну провести Ну вот Тут Чуть Чуть Она Не складывается Да Чуть Чуть Ну Вот Тут Что-то Вот Близко К этому Не Ну вы Походите Потом Поищите Есть же Разные Такие Вот Штуки Чертежные Нет Просто Тут Конечно Можно Сделать Все-таки Здесь Достаточно Запаса Если Мы Посмотрим На Нашу Эту Самое Описание То есть 68 67 То есть Если Вот Чуть Здесь Допустим Дотянете Метальчику Где-то Вот По этой Дуге Да Вот Вы ее Нарисуете Приблизительно И Метальчику Чуть-чуть Не хватит Это Ничего Страшного Тут В принципе До Сантиметра Ну До Пол Сантиметра Можно Там Грубо говоря Там Срезать Вот С этой Стороны Допустим Когда Складывать Начнете На Обоих То есть Отсюда Уйдет Сантиметр Ну Два Сантиметра Это Все равно Вам Запасом На голову Хватит Вот Так Потому Что Это Пилотка Тут Явно С подшлемником И С подвесной Системой Я Вспоминаю Ее То есть В принципе Можно Всегда Вот Если Чуть Здесь Не Дотянули Здесь Не Дотянули Вот Проблизит Такая Вот Фигня Получается Потом Берем Ножницы Вырезаем Разворачиваем И Получается Да И Получается У нас Собственно Вот Такая Шрифка То есть Вот Такая Штука Будет Поэтому Здесь Запасиком В принципе Смело Можно Еще Когда Добавлю Что Когда Сам Шлем По себе Зафиксировал Да Нормально Чтобы Видно Там Да Буковки Там Сейчас Подожди Поближе Так Тут Четыре С половиной Это Шестнадцать Семнадцать Тут Двадцать Двадцать Один Тут Пошло Семь Точка Контрольная Шесть Семь Шесть Ну И Наверх Ну В принципе Все Тут Понятно Ну Можно Конечно Загольнуться Чтобы Еще Человек Проще Добавить Несколько Рэперных Точек Ну Еще Давай Ладно Допустим Чтобы Уж Прям Три Давай Здесь С этой Стороны И С этой Вот На Пять Сантиметров Поставим Пять Сантиметров Это Вот От Семнадцати Да Здесь Вот Будет У нас Пять Сантиметров Не Нет Это Четыре Четыре Споловиной Приблизительно Два С половиной Сантиметра Два С половиной Сантиметра Два И Пять Сантиметра Уголок Возьмете С помощью Уголка Там На черте И Примерно Будет Точка Рэперная Тоже Здесь Вот Здесь Вот Она Будет Жирная Точка Раз Два Ну И Здесь Можно От Шести Сантиметров Опять Меряем Ну Допустим Сколько Четыре Пусть Будет Да Чтоб Посредине Давай Четыре Четыре Сантиметра У нас Значит Вот тут Это расстояние У нас Четыре Сантиметра И Вниз Как раз Три Три Да Три Вот Еще Одна Рэперная Точка Получается То есть Квадрат Рисуем Раз По Три Три Сантиметра Вот Раз Два Три И Уже От руки Спокойно Их Можно Тут Уже Надо Просто Соединять Не Так Я думаю Проблематично Можно Еще Больше Наставить Но Я Думаю Что В принципе Ясен Да Да Но Тут Более Понятно Нам Понять Да По Такому Принципу Здесь Можно Одну Поставить Чтобы Допустим Здесь На Два Сантиметра Пусть Будет Чтобы Приблизительно Выходило Два А Расстояние От Угла Или Там Вот Она То же Самое Мерим Два Сантиметра А Сюда У нас Получается Пять 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 Ну Вот Одна Рэперная Точка Тоже Вот Это Подставляем Фигню Да Ну И Будет Проще По ней Выйти На нее То есть Вот Если Сюда Поставить Чтобы Не Промахнуться Вот Это Вот Она Пять Рэперной Точки Как раз Будет Давать Общее Направление Ясно Да Вот И Последнее Значит Когда Вы будете Колотить Шлем По этому Лекалу Еще раз Говорю Если У вас Шлем Сложился Если Вы Что Отрезаете Или Где То У вас Метал Не Хватило Не Дай Бог Конечно То Соответственно На Вот Такой Заготовки Вот Вы Допустим Вырезали Вы ее Вот Вырезали Заготовку Вот Ложите ее На чистый Лист Сразу На чистый Лист Обводите Да Как Запад Обводите Да На Будущее Потому Что Вот У нас Будет Одна И Когда Начинаете Колотить Шлем Его Складывать Да У вас Вот Он Складывается Тут Например Лежку Метал Или Здесь Что-то Не Хватает Вы Прям Карандаш Где Мои Эти Как Вон Части Ну Да Вот Сейчас Озерное Возьмем Покажем Ну Как Мои Так Я Колотил Не Да Вот Принцип Такой Вот Видите Всегда Здесь Будет Конечно Это Самое Какой То Дец То есть Вы Отсюда Срезаете Отсюда Срезаете И он Ближе То есть Фактически Он Складывается Без Зазоров Без Зазоров Да Здесь Вот Чуть Чуть Надо Убрать Там Это Самое Наточили Здесь Здесь Подгонка Это Называется Подгонка Подгонка Да В принципе Самый Геморройный Один Из самых Геморройных Моментов Выколачивания То есть Выколотить Можно А вот Это Все Потом Совместить Подогнать Там Все Красиво Чтобы Вот И Вот Допустим У вас Там Ну Вы Хотите Чтобы Меньше Геморрой Допустим Если Четырехчастный То есть Надо Здесь Метальчик Добавить Значит Вы Значит Подрисовываете Здесь Теоретически Или Наоборот Там Убавляете То есть Вот У вас Сложилось Вот В конце Такие У меня Здесь Не хватает Значит Мне Здесь Надо Добавить Ну Да Либо Добавить Либо Вот Если У вас Есть Запас Метал Поэтому Я Всегда Советую Запас Металла То есть Чуть Больше Делать Лекала Для того Чтобы Можно Было Вот Это Смело Убрать На Ножницах Срезать Потом Подточить Он Ляжет И Без Потери Потому Что У нас Запас Сантиметрах Есть Вот Но Если Хотите Более Геморрой То Вы Подрисовываете Ага Здесь Вот Это Лежку Значит Мы Отсюда Убираем Ну Так От руки Вот Сколько Здесь Приблизительно Если Два Брать Значит Отсюда С каждого Взять По Пол Миллиметра То есть Отсюда Приблизительно Пол Миллиметра Так Вот Художественно Раз Убираете Если Надо Что Добавить Добавляете То есть По Ходу Пьесы И В результате У вас За Два Три Шлема Будет Идеальная Лекала То есть Да Налекали Вы Сами Уже Регулируете Под свой Размер Головы Там Под себя Уже Либо Наращиваете Либо Убираете Там Все Как Вам Понравится Поэтому Конфекурация Шлема Может Он Может Быть Правильно Он Может Быть Более Высокий Более Пологий Здесь Более Часть Там Наоборот Меньше То есть Это Все Будет Зависеть И И Вот На основе Него Там Допустим Делаете И От Него Уже Геометрию Там Прорисовывать Ну Опять На Одной Половинке То есть Вот Отсюда И Уже От Руки Там Хочу Там Более Пологий Шлем Раз И Рисуете Там Или Наоборот Там Заниженные Листы То есть Вот Это Почему Вот Это Верх Объясню Потому Что Когда Вы Выколотите Полусферу Шлем Смотреть Половинка Будет Выглядеть Вот Так Ну И Соответственно Вторая Вот Так И За счет Вот Этого Изгиба Эти В сторону Отойдет Эта Часть Это Наоборот Ляжет Внутрь И Он По идее Встанет На стол Конечно Не идеально Ровно Но Достаточно Ровно Встанет Поэтому Да Вот Этот Подъем Обычное Стекло Берете Идеально Если хотите Ровно Ставите И Карандашом Вот Так Вот Просто По Контуру Ведете Обрисовываете Где Сколько Вам Надо Срезать Ну Это Это Если Ну Как Б Надо Прямо Совсем А Так Обычно Вот Я Ставлю На Ровную Поверхность Когда Шлем Выколоченный Сварен Вот Он Тоже Так Вот Видно Что Он По Своей Структуре Вот Он Пролегает То То Он Раз И Без Зазоров Приблизительно Пролег Если Вот Так Вот Видно То 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 Вот У У У У У У У Шлем Это Расстояние То 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 Шлаз Там Вторую Половинку Тоже Раз То 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 Ладно Теперь Давайте По поводу Кераниуса Бацинет Размер Так С Этим Все Ясно Наверное Я Надеюсь Да Если Что То Еще Конечно Какие То Вопросы Будут Пусть Задают Ответим Нам Не Жал Просто Дело В том Что Надо Это В В Принципе По Реперным Показали Как Это Последнее Время Давно Рыцевскими Делами Не Занимался Вот Барбют Нет Просто Дело В том Что Он Захотел Себе Именно Пехотинца Из Фильма Властелин Колец Гондора Делать У него Примерно Такой Похожий Шлем Тоже Он Остый Правда Там Чеканки Много Чуть Форма Лица Другая Но Весь Смысл То Он По Не Похожий Смысл Смысл Такой В данном Случае Мы Тоже Начинаем Отталкиваться В принципе От пилотки То есть Можно Оттолкнуться От пилотки Потому что Сам по себе Барбют Там Этот самый Бацинет Они там Там Разные Тонкости У них Есть Их видов Очень много Да Если залезть Там Очень много Выше Ниже Больше Меньше Надо было Уточнять Конкретно Конечно Опять же Смысл Какой Можно Основу Взять Допустим От пилотки То есть Она приблизительно Подходит Вот видите То есть Вот эта Верхняя часть Сам Кумпол Куда Голова Засунется В данном Случае Просто Допустим Барбют Или Там Бацинет Они Иногда Вытянуты Вот Мы можем Показать На картинке В данном Случае Вот они Есть Тут у меня У меня Много Извиняюсь Ранее Средневековье Ранее Не тот Томик Не тот Томик Не тот Журнальчик Журнальчик Не тот Да Сейчас покажу Пошел 25 Том 17 Страница 68 Голова Ну у меня их тут Много Они Всякие Разные Так Это Опять Не в ту сторону Мы крутим Ну вот Примерно Ну вот Они Да В данном Случае Вот они Написано Что это Бацинеты Они Разные Были Вот Круглые Высокие Ниже Выше Бацинет Да Вот Допустим Вот я делал Бацинет Такой Вот Вал То есть Высокий В данном Случае Это Что-то Вот В этом Количество Было Я имею Пехотинца Гондора Вот Который Он Хочет Ну вот Что-то Вот Подобное То есть Весь Смысл Какой То же Самое Основа Пилотка Только Для того Чтобы Вот Это Верхняя Часть Уходила Вверх Соответственно Конусная Соответственно Ее надо Добавлять Вот Я Делал Сначала Раз Чувствую Не сложился Я Еще Добавил То есть Опять Маловато Был И еще Завышен То есть В данном Случае Здесь Надо Просто То есть Если Смотреть Смотри Вот Так Перевернуть Чтобы Не Уже Более Правильно Без Десяти Полос Да Это Я Добавлял Просто Я Именно Почему Полос Показываю Что Я Прям Наклеил То есть На Наращил Да Наращил Для того Чтобы Подогнать Его То есть В данном Случа Здесь Надо Верхушку Заострять Уходить Вверх То есть Она Выше 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 И Чем Выше Вот Это Пинка Да Тем Выше Надо От нее Плясать Вот Эту В данном Случа Вот Она Такая Вот Значит Еще раз Говорю Пилотка По Размеру Допустим Какое Вам Нужно Там Где Начинаются Глаза Пилотка У нас Приблизительно То же Самое Вот Здесь Начинается Вырез То есть Идет Ну В данном Случае Сам Барбют Он Немножко Завален Когда Его Колочишь Он Носится Немножко Завален Назад Как Принципе Пилотка Соответственно Отсюда Делается Вырос Что там Гондора У них По моему Такая Форма Была Нет Ну У нее Типа Аля Что то Как Ближе К Спартанцам Да Что то Вот Эти Выступы Это Можно От Руки Рисовать То есть Приблизительное Расстояние Всегда Здесь Я Линейку Сейчас Покажу Оно Всегда Где то Здесь Будет Для глаз Но Можно Просто Пальцами Померить А потом Вот Допустим Да Вот Вырез Соответственно Линейка Приложить Но Это Всегда Где то 7 8 9 Сантиметров То есть Свой Собственный Размер Пальцем Мерить Линейкой Да То есть Как Вам Удобно Потом Смотрят На Линейку И Вот Это Нижний Край Вот Этого Изгиба Он Будет Для Глаза Вырезки И Соответственно Да Длина Вот Этого Самого Тоже Можно От Лба Мерить Вниз То есть Линейку Прокладывайте Допустим Вот Мой Размер Это Вот Так Он Будет То есть Здесь Будет Закрывать Шею Но Опять Не Забывать Что Шея Должна Двигаться Влево Право Поэтому Не надо Его Делать Вот Такой Иначе Он На Плечах Будет Лежать Соответственно Где-то Вот Такой Допустим По Нижнюю Кромку Челюсти Вот Я Смотрю Мой Размер 17-16 В районе Этого Самого Вы Соответственно Тоже От Нижней Части Вот Этого Глаза Где У вас Будет Мерите Вот То есть Понятно Да Как Можно Вот Эту Длину Измерить Вот Он Немножко Завален Назад Завален Назад Для того Чтобы Когда Вы Одеваете У вас Любой Шлем Он На Глазах Сдвигается На Шве То есть Голова Должна Спокойно Вращаться Но Тем Не Менее Задний Край Он Всегда Будет Чуть Ниже Чем Передний То есть Шею Соответственно Будет Прикрывать Чуть Больше Вот Этот Вот Да Это Уходит Сюда Тоже Ну Понятно Да Тоже Он Должен Стать Вот Но Тут Уже Отплясывать От Того Что Будет Поэтому Опять Ж С Запасом Можно Сделать Вот И Задняя Часть Так Кратце Рассказываю Понятно Что Задняя Часть Она Начинается Вот Она Уходит Сколько Размеров Добавлять Понятно Примерно Ну Здесь То же Самое Вот Мы Померили 17 Вот Сделайте Себе Такой Лекала Пилотки И От нее Будете Сколько Отступать Ну Я Вот Мой Вот У тебя 10 Половины Здесь Да 10 Половины До Низу Соответственно Здесь Чуть Побольше Один Половины Один Половины Да Это Просто Я говорю Там Десять Просто Ну Вот Допустим На Мне Если Вот Брать Вот Я Делаю С Запасом Ну Я Уже Показывал 17 Вы Делаете Там У себя Меряйте С запасом Потому Что Снизу Всегда Еще Раз Говорю Металл Всегда Можно Отрезать Вот Вы Сделали Его Да Он У вас Высок Вы Просто Берете Там Штангель Циркуль Проводите Да Сколько Надо Отрезаете Уже Когда Сварили Его Выколотили Просто Отрезаете Нужную Длину И все Не Проблема Даже Если Вы Делаете Вот Такой Вот Как Как У Показать Что Блекало У вас Прям Легло Один В Один Поэтому Придется Некие Такие Вот Пойти На Жертвы Я Зачастую Использую Такой Бросовое Железо Когда Новый Шлем Попадается Мне Выколотить Я Все Так На Глаз Уже Понимаю Куда Что Хотя Чего Там Ну Допустим Мне Заказали Скифские Шлема Они Немножко Своеобразной Формы Поэтому Такую Полторашку Которую Не жалко Убить Да Я Приблизительно Глаз Нарисовал Выколотил Посмотрел И буквально Со второго Раза Уже Нарисовал Правильное Лекало А так Если что Совет Такой Тоже Сейчас Подумал Можно взять Обычную Жестянку Легкую Нет Жестянку Нет Минимум Полторашка Почему Объясняю Если 1,2 Будет Или что Они тянутся Немного По другому То есть Если вы на 1,2 Хорошо Что-то Выколотить Но Во первых Будет Геморрой Наколотить Потому что Такие Объемы Не вытянешь Металла Нет Поэтому Минимум Полторашка Рабочие Конечно 2 Поэтому Жестянка Не пойдет Жестянка Начнет Мяться Изгибаться Она Не даст Понятия Поэтому Полтора Максимально Ну и Вот И задняя Часть Она Практически Идет Ровно Потому что Смысл Какой Когда вы Начинаете Складывать Вот Если здесь Соответственно Надо Здесь Будет Добавить Вы Когда Его Выколачивать Начнете У вас Две Половинки В данном Случае Вот Эти Полукруг Они Больше Сойдутся Здесь А потом Шлем Уйдет Туда Вниз То есть Вот Эта Часть Она Будет Более Выпуклой Здесь А туда Она Уйдет Завернется Соответственно Здесь Будет Металла Больше Здесь Металла Чуть Меньше Соответственно Здесь Больше Ну Такой Некий Геморрой Для Того Чтобы Получить Именно Вот Эту Конфигурацию Вот Если Здесь Посмотреть Вот Она То есть Вот Эти Половинки Они Уйдут Больше Здесь Металл Поэтому Побольше А Здесь Он Начнет Загибаться Туда Когда Вы Начнете Уколачивать И Здесь Конечно Большая Проблема Именно Попасть Правильно Поэтому Опять Чтобы Клинышек Не Вставлять Да Опять Запасик Запасик Нужен Обязательный Запасик Ну А В принципе Больше Ничего Дальше Уже Когда Вы Свернете Вот Это Всегда Можно На Оправке Вот Это Оттянуть Вот Эти Части То есть Ложите Молоточком Аккуратно Бьете Да Все Вот Это Там Юбку Отгинаете Вплоть До того Как Хотите Там В принципе Ну Собственно Так Коротенько Про Барбют И все Вот Хорошо Видно Это Практически Пилот Сейчас Если Мы Отрежем Нахер Вот Это Вот Эти Штуки Это Будет Просто Сверх Пилот Чего Закрыть Если Ну Да Если Отрезать Это Будет Голимая Пилот Которые Просто Прихерачены Еще Одна Полоса Да Вот Этот Козырек Который Можно Поэтому Можно Даже Теретически Взять Пилот Готовую Вырезать Из Из Картона Из Картона Да Вот Эту Часть Приложить Ее Так Вот Хотя Б Приблизительно На скотчик Приложить Приклеить И Посмотреть Что Получится Понятно Что Когда Вы Будете Колотить Общее Представление Хотя Получите Куда Что Опыт Приходит Со Временем Все Это Надо Пробовать Экспериментировать Только Тогда Это Получится Потому Что Так Как Бы Тоже Это Все Передать На Словах Тяжело На Видео Да Потому Что Все Потому Что Когда Начинаешь Именно Колотить Начинаешь Понимать Все Тонкости Нюансы А Так Пробуйте Ребят Еще раз Говорю Что Для Начинающего Загубить Пару Шлемов Это Святое Дело Не то Что Шлемов А пару Половинок Вот Таких То Вы Вырезали Там Когда Начали Складывать Понимаете Да То То Один Два Можете Вполне Пустить В утиль Это Ничего Страшного Это Нормально Это Ваш Стартовый Капитал Да Стартовый Капитал Потому Что Глазомер Потом Уже Будет Просто Со Время Если Будет Серьезно Заниматься По Крайней Мере Это Все Пройдет И Достаточно Ладно Не будем Затягивать Видео Оно И так Получилось Довольно Длинное Все На Сакраментальной Ноте Мы Прощаемся С вами Ждите Новых Выпусков Ну А потом Покажем Что у нас Будет Получаться Всем Пока Всем Пока